Машина в блуре, а все потому что... Я забыл опять упомнить про лайк. А, это нужно делать, вы забывайте. Если тебе понравится ролик, если понравится информация, который будет в ролике, не забудь поставить лайк, ты мне летишь саму, поддержишь очень сильно. А мы продолжаем. Это ЗСД, а это рубрика... Я спросил в своем инстаграм-аккаунте людей, какие вопросы их интересуют, а их достаточно много, поэтому сейчас мы сможем ответить на эти вопросы. Я собрал уже несколько, поэтому мы начинаем. Скажу сразу, этот ролик снят по поводу машины. Я все-таки ее купил, очень долго к этому шел, но если что, к машине мы подойдем чуть позже, к концу ролика. Весь ролик мы будем идти к ней. Вот это... Это лучшее работа. Доска на колесах у меня спрашивает, расскажи мне о первых рекламодателях, коротко, как они тебя нашли. На самом-то деле это было сложно. Я помню, я рекламировал реально всякое говно. Слушай, сейчас нафиш, ты продолжаешь рекламировать всякое говно? На самом-то деле рекламодатели сами тебя находят, им надо просто увидеть твои просмотры, и все. Ну и понятное дело, там, переход людей должен быть. Ну а так, на самом-то деле, если у тебя 10 тысяч просмотров, тебе напишет рекламодатель сразу. Просто оставь свою почту, либо ВКонтакте для рекламы. Я тебе серьезно говорю, сейчас рынок очень большой, в КСГу крутятся огромные деньги, и поэтому любой желающий может стать им. Главное, иметь какую-то свою фишку. Да, и сразу скажу то, что заниматься стримами, только стримами, как ты занимаешься, Дима, это сложно, это непонятно, нелогично, потому что стримами не поднять аудиторию новую, тем более на Твиче, где ты стримишь. Нужно брать роликами. Ролики на YouTube это самое правильное, потому что, друзья, вот сейчас у вас скриншот, как YouTube рекомендует. У этого парня вообще ничего не было, сейчас у него огромное количество подписчиков всего за несколько дней. YouTube сейчас самая лучшая платформа для молодых людей. У него огромнейший объем аудитории, ну и плюс рекомендации, они лютые, правда. Я больше не знаю, никакой платформы. Одна из самых сложных сетей, где ты можешь продвигаться, это Twitch. Там нет рекомендаций в офисе, там очень сложные рекомендации, непонятные. В общем, очень сложно ее получить. А YouTube, если у тебя ролик хороший, он наберет просмотры, поверь. Вот если этот ролик вам не понравится, вот реально большему проценту людей будет скучно, он не наберет просмотры, вам бесшу так говорят. Какой у меня рост, меня спрашивает Хартакс. Если что, эти вопросы только из-за того, что мы сняли интервью с Сиздом, а он метр девяносто. Я тоже не знал, что он настолько большой. Если что, я не гном, все в порядке, я метр восемьдесят два, восемьдесят три. И просто во сравнении с ним я реально маленький каким-то был. Я не знаю, что это. Когда будет подобран состав твоей команды? На самом деле, это очень сложный момент. Я не знал, что это будет так сложно. Очень сложно определиться. Сейчас у нас было рассмотрено более шести тысяч заявок. Из них шестьсот заявок прям очень интересных. Из них осталось двадцать три. Вот самых интересных. И из них осталось семь штук. Вот эти вот четыре этапа были. Сейчас мы будем тестироваться. Вот на днях у нас будут первые праки. Посмотрим, что будет. Но, ребят, сложный этап. Но ждите ролики. Я там все расскажу, как это было. И надеюсь, что этот соберет просмотр. Да, если не соберет... Аудитория, которая мне нужна, она этот ролик посмотрит, я уверен. Сколько еще игровых режимов будет на Сабершоке? На самом деле, пока этот ролик я снимаю, уже сейчас на проекте Сабершок вышел новый режим. Он называется Маньяк. Вот как кофе снимает варпач и так далее со своими друзьями, вы сможете играть с другими людьми. На 128 тикрейте, на лучших серверах по Москве, по Казахстану и по Европе. Поэтому уже сейчас можешь зайти, поиграть в Маньяк вообще без проблем. Может, у тебя зайдет, и это станет твоим вторым домом. И, кстати, за каждую карту тебе падает скин. О нем чуть позже. Красавчик Шок, спасибо за Сабершок. Насчет вопроса, что делаешь вне YouTube стримов. На самом деле, я сейчас сделал такую штуку, что ничего не делаю, по сути. Я единственным образом отдыхаю, отвлекаюсь. Это за рулем. То есть, я реально могу выехать, покататься и вернуться домой. Это для меня считается отдыхом. Я ничем не занимаюсь, кроме того, что вы видите на YouTube. Но я, понятное дело, не деградирую. Я интересуюсь другими вещами, которые есть в мире. И не останавливаюсь. Когда уже выйдет обнованная Сабершоке с магазина, спрашивает FX, FX, FX. Кстати, этот челик, я его помню, уже отвечал на эти вопросы. Насчет магазина. Он уже сейчас вышел. Ты можешь зайти и посмотреть. Играй на Сабершоке, зарабатывай на том, что ты убиваешь людей. Это плохо. Но ты в любом случае можешь зайти в магазин и вывести скин себе в Steam. У нас огромнейшая закупка на несколько тысяч долларов каждый месяц. Поэтому ты можешь. После чего все эти деньги мы получаем от Примок, от продаж Примки. У нас, по сути, пока что благотворительный проект, поэтому можешь играть у нас. Пожалуйста, играй адекватно, не стоя в ФК. Тебя забанят нам всегда, поверь. Будет изменена цена премиума. Сейчас он стоит 350 рублей в месяц. И мы дополняем фишки, чтобы он был круче был. Но цена расти не будет. Пока что у нас такая политика. Будем больше продавать Примок, получать меньше. Будем работать на объем. Если что, у нас около тысячи Примок в месяц куплено. Это кажется, что много, но на самом деле эти все деньги просто сразу расходуются. На скины. Короче, ну вы сами знаете. Почему ежедневник в Фэйсит не выходит? Может, до 10 левого дойдешь? На самом деле я бы дошел, но в последнее время я очень мало играю. Да и плюс, я плохо играю. Давайте говорить по факту. Я боб. Я потерял форму из-за того, что играю по две катки в день. А в последнее время я вообще не захожу на Фэйсит. Реально занимаюсь очень долго другими делами. Это все сабишок. Но, поверьте, я левел апну, гребаный, и уйду наконец-то с Фэйсита на сабишок. Какие ставишь цели для своей организации, если объективно? Если объективно говорить, то никаких целей не ставлю. Я сейчас нацелен сделать ту команду, которую я вижу. Подход к ней, вид ее, медийность ее и так далее. Может быть, команда будет на дне и не сможет обыграть даже команду на тинеке. А может стать очень хорошим конкурентом тех же Spirit, ну, по СНГ. В общем, посмотрим. Это продугадать нельзя. И напоминаю, любая организация, это все, это все рандом. Можно уменьшить рандом, если подойти к этому максимально, максимально что? Вот прям хорошо подойти. Основательно. Основательно. Почти с первого раза. Бро, что за думкой клуба? Понимаю, что не в данное время, но в планах осталось. Устал на этот вопрос отвечать, на самом деле. Но, ребят, клуб откладывается, я не могу этим заниматься. К сожалению, финансы не позволяют. Да, я мог бы купить вместо этой машины клуб, но на последние деньги покупать клуб, это как минимум глупо. Поэтому не буду этим заниматься сейчас. Я подготовлюсь финансово, делаю что-то еще красивое. И только тогда, когда у меня будет свободная сумма для того, чтобы потратить и рискнуть, потерять все, я займусь клубом. А заниматься на последние деньги я не буду. И даже, кстати, если я бы сделал клуб вот сейчас, недавно, то я бы закрылся на карантин, поэтому даже повезло. Ну, это, конечно, странно говорить, но как-то повезло. Как прошел день, меня спрашивает просто Максик. День прошел идеально, потому что сегодня я прошел обкатку на машине, катался в Кронштадт и обратно. Ну, а плюс, просто катался весь день. Плюс сейчас публикуем новый ролик, который называется «Экстрасенс открывает кейсы в CSGO». Вот. Так что этот ролик снимается в этот день, когда он опубликовался. Если ты не видел, то мне там выпал ножик. Можешь прямо сейчас зайти на подсказку и посмотреть его. Петя, пожалуйста, извини, но Tinder13 спрашивает. Петя, будет худеть? Это лучший вопрос, что я привык. А что ты занимаешься только Ютубом? А как же девушка, дети? Да, дети уже поступили, девушка уже работает где-то. Ну, знаешь, чувак. Я на старости решил просто заниматься каким-то проектом, сделать свою команду, детей новых воспитать, понимаешь? Как ты видишь себя через год и что ты будешь делать? В 45 лет очень много чего может измениться, но не могу обещать, ничего не буду гадать. Будем смотреть, как будет отыгрывать и команда, и расти Собиршок. Ну, и канал, понятное дело. Факт, я забываю про канал, когда я это все рассказываю. Я слишком большой акцент делаю на Собиршоке, это очень плохо. И в этом ролике я уже 40 раз повторил слово Собиршок. Так что надо быть аккуратнее. Это все потому, что ты не тренируешься на Собиршоке. Эрик, привет, был ли у тебя конфликт с Эвилоном? Да? Но как назвать конфликтом? Это просто недопонимание, которое люди восприняли неправильно, сделали большое количество роликов. Эрик, он срослся с Эвилоном. Это все было на один день. Я ему написал большой текст. Показывать его не буду. В итоге, как-то мы вышли в Дискорд, все пообщались, и мы поняли, что да как. Но что я могу сказать? Это Эвилон, и он тренируется на Собиршоке. Я очень долго копил. Я очень долго выбирал. И выбрал ту машину, которая не интересна, как проект на Ютубе. Эта машина уже переснималась со всеми ютуберами, потому что она идеальная. Потому что она реально быстрая, потому что она реально технологичная. И потому что это BMW M5 F90 Competition. Не думал, что я буду такой ролик снимать, и не думал, что я возьму эту тачку, потому что только в 2017 году я покупал Е60 как первую машину и клеил, ну не клеил, а я купил такую, где были наклейки М5, все было под М5, на самом деле там была 530. То есть уже тогда я делал какую-то, тогда я катался на подделке, и сейчас наконец-то я купил новую машину, которая вот только сейчас вышла из обкатки. Я вот сегодня закончил обкатку, и это круто, реально. Самое главное, что это не новая машина. У этой машины был владелец. Скажу так, что владелец вот оттуда. Но, поэтому и цена была очень приятная. Не буду говорить какая, но она очень приятная была. Как только увидел это объявление на вторую, через минуту я позвонил владельцу и заведомо купил ее. Такие вот дела. Почему я взял этот вариант? Это все потому, что она реально топчик. Я уверен, что она не будет интересна на YouTube. Она мне интересна для просто вождения. Ни в коем случае она не будет собирать просмотры, потому что ее все пересняли, вот без шуток пересняли. Она уже изжила себя. Но как, автомобиль для личного вождения, пользования, она просто шик. Кстати, мы сегодня проверяли эту машину. Она по документам едет 3.3. Мы сегодня всего лишь 3.5. И когда я попробовал ланч-контроль в первую жизнь, это что-то супер-орное. Я орал, смеялся от того, что такой кайф получаешь. Машина просто вылетает. Это круто. Я очень всем желаю испытать такие же чувства и подойти к этой машине осознанно, потому что она реально убийца. Я очень на ней аккуратно катаюсь. Я боюсь пока на ней кататься, волнуюсь, потому что она стоит почти в 10 раз дороже, чем моя первая машина. Почему именно BMW? Это все потому, что это уже четвертая BMW в моей коллекции. Если что, старые машины я продаю. Но шейсерка еще не продала, она не продается уже полтора года. Это приятно. Я не знаю, зачем старый владелец не снимал пленку. Что это такое? Ну да, все. Теперь она в моей коллекции. Если что, здесь 625 сил. Она едет по документам 3.3. Насчет стейджа я не планирую пока ничего делать. Насчет пленки я ничего не планирую. Я так и оставлю ее в таком цвете, даже без какой-то пленки. Ну и по сути посмотрим, что будет. И может быть что-то сделаю, но пока точно нет. Хочу просто расслабиться и покататься на обычной машине. Из всех машин, которые есть сейчас, единый лидер для меня по мультимедии, вот по салону, это вот эта машина. Очень приятная мультимедия. Вот этот прикол вообще бесполезный, потому что я никогда в жизни больше не буду этим пользоваться. Это круто. Но реально, чувак, показать другу и все, забить. Все, она вообще бесполезная. Очень приятное все. Все. Просто все. Это первая моя машина, которая почти новая, 1900 пробег был. Насчет комплектации здесь все хорошо, кроме кремических тормозов, их здесь нет. Но и не нужно, потому что замена стоит полмиллиона рублей. На самом-то деле, я до сих пор не верю, что взял эту машину. У меня были варианты взять что-то среднее, но настроение появилось взять на все деньги. Сейчас будет вопрос точно про обклейку. Эрик стилай вулкан из нее и так далее. Это все забавно, конечно, но не думаю, что я с этой тачкой что-то буду делать. Если что, у меня были машины BMW Azimov, Jaguji Dragon Lore и BMW Redline. Да, я бебил. Я зачем это делаю, но это просто забавно. Ладно, друзья, давайте я встану и расскажу вам одну вещь. На самом-то деле, я хочу выразить огромную благодарность каждому. Вот тебе. Если бы не ты, не было бы ничего, как бы это ни звучало. Поэтому спасибо тебе большое. Добавляйся ко мне в Инстаграм, мы там общаемся. Следи за прямыми эфирами на Твич. Это все, я весь живу в интернете. И вот единственное, что меня заставляет выйти на улицу. Это мой отдых, и поэтому отдых я хотел сделать очень приятным. Ребят, спасибо большое всем, кто смотрел этот ролик. Я очень благодарен каждому еще раз. Я надеюсь, что мы будем расти. Ну, а эта покупка, я думаю, что последняя из таких вот для развлечения. А сейчас я полностью все деньги буду вкладывать в проекты. Спасибо тебе еще раз. С тобой был я, Шок. И я ушел. Ждите нового ролика, он выйдет после завтра. Пока.